друзья всем привет приехали с товарищем в лес и пользуясь случаем решил поснимать видео у нас тут с ним еще спор возник чуть позже расскажу многие мои клиенты часто спрашивают посоветовать какую-то сталь относительно недорогую но при этом вполне рабочую вот тут знаете у меня никогда даже сомнений не возникает всегда в этом случае рекомендую х12мф отличная железка на мой взгляд золотая середина по соотношению цены и качества сталь обладает хорошей твердостью термичуя и если с кривообработкой то он на 63 64 единицы про кого это много сталь при такой твердости очень хорошо держит остроту и при этом особенность х12мф если выбираете вот нож такого плана с обухом больше трех миллиметров стали неплохо при такой толщине держит поперечные нагрузки он устойчиво она в плане если где-то хрящик перерезать дать какую-то нагрузку держит неплохо многие боятся что хрупкая нет относительно при адекватном использовании сталь хорошо переносит и силовые нагрузки давайте на примере этого нажают кстати один из моих лучших ножей стрела делаю я эту модель уже с 2009 года 15 лет нож этот классический в принципе охотничий разделочный нож ничего лишнего здесь нет работяга который пользуется хорошим спросом людям нравится обратная связь по этому ножу всегда положительная давайте потестируем его вот про спор товарищи говорит но он не знает что за нож тебя как нагрузки держит дай-ка проверим сейчас проверим надеюсь товарищ у меня больше спорить не будет и вам интересно будет такая плотная крепкая деревяшка излом нагрузочку с 1 вот видно по дереву поработали что еще ну давайте вот авокадо попробуем перерубить косточку небольшую как у масла даже не заметил давайте рук лосины немножко порубим это не топорик понятно что это уже так скажем я же сделаю но тем не менее раз поспорили будем проверять банк консервная даже в полевых условиях на ход приедете чем вам консервы открывать ну вот сейчас посмотрим из-за этого спорта и выше выдержит не выдержит баночку консервную раз будем проверять все идет так мягенько как по маслу без проблем давайте роту посмотрим режущие свойства ножа все видно помидорку показатели остроты и вот тут тонюсенький кусочек после таких тестов сами все видите острота у ножа осталось бритвен и режущую кромку если видно вам будет сохранил свое практически первоначальное состояние нож практически даже не подсел вот в одном месте какой-то прям микро микро заменщик я думаю эту даже не заметьте любым брусок бруском за что там бруском вот даже на коже можно такими движениями подправить нужно из натуральной кожи всегда в комплекте у меня идут двойной подвес все как полагается поэтому друзья сталь х12мф отличная рабочая железка если вы ищете нож относительно недорогой но при этом чтобы реально вот трудяга да взял и может быть спокоен уверен тогда рекомендую единство что учитывайте всегда толщину обуха если нож с тонким клинком конечно это резачок им там рубить долбить ковырять не получится веса и толщины клинка ему не хватит а если вот так для какой-то нагрузки вот нож стрела один из лучших моих ножей рекомендую средний размер нож универсален и для охоты и для природы и на рыбалку и дома на кухне мясо разделывать подойдет на все случаи жизни в принципе сами все видели думаю все вам доходчиво показал и товарищ мне он за кадром кивает вот так он больше спорить не будет поэтому друзья спасибо за внимание спасибо что посмотрели в описании под видео оставлю обязательно ссылку на мой телеграм-канал подписывайтесь там я все свои работы из наличия первую очередь именно туда выкладываю ну и чтобы быть всегда на связи не теряться рекомендую подписаться там я иногда кстати радую своих подписчиков скидками на мои ножи поэтому ныряйте по ссылке в описании и подписывайтесь всем спасибо за внимание